СОЦИАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАТЕГОРИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ Такой поддержкой уже больше года является для них «Добродомик» – уютное кафе на Васильевском острове. Каждый будний день с 12 до 4 часов дня у пенсионеров здесь есть возможность пообедать бесплатно, без предоставления каких-либо справок или талонов. Идея помощи старшему поколению пришла к владельцам кафе Александре Синяк и Евгению Гершевичу почти случайно. Это никогда не было проектом, мы ни разу до этого не занимались благотворительностью. Это был обычный просто платный бар, в котором приходили обычные платные посетители. И зашел дедушка на бизнес-ланч. Муж позвонил, сказал, что не может взять с него денег. Я говорю, ну чтобы он не обиделся, скажи, что всем пенсионерам, ветеранам, блокадникам у нас обеды бесплатны. Посещение ресторанов и кафе уже давно стало для большей части пенсионеров недоступной роскошью, о которой можно только мечтать. Вскоре после первого посетителя, накормленного бесплатно, в кафе появились ветераны, блокадники и просто пожилые люди, узнавшие об акции. С каждым днем количество пришедших на бизнес-ланчи бабушек и дедушек увеличилось вдвое. И тогда владельцы задумались о том, как можно действительно воплотить в жизнь идею благотворительных проектов для всех нуждающихся. Пессимисты, убеждавшие, что задумка обречена на провал, приводили неутешительные аргументы. Проекту пришлось пройти через скептическое отношение и критику. Прежде чем город поверил, чудеса действительно случаются. Просто как отдушина в нашем мире. И готовят хорошо, и обслуживают отлично. Молодцы. Просто прекрасно. Как правило, бизнес-ланч, время с 12 до 4 часов дня, в которое пожилые люди приходят в Добродомик, это всегда время наплыва посетителей в любом ресторане. Спустя почти полтора года после первого бесплатного обеда Александра признается, что перенастроить себя на благотворительность ей как предпринимателю было непросто. Естественно, приходили люди без определенного места жительства сразу же. Но мы не могли ни по саннормам, ни по моральным нормам. Это было именно для старшего поколения благодарность. То есть начинали как-то сотрудничать с организациями, которым повара готовили, и те, которые кормят людей. И вот первое, самое трудное, это было три месяца. Когда ты не понимаешь, что делать дальше, не понимаешь, сколько их придет. И отказать никому не можешь. Проект Добродомик не состоялся бы без поддержки людей, готовых помогать покупкой продуктов. И, конечно же, волонтеров. Каждый будний день здесь бескорыстно трудится пять человек. Узнав о Добродомике и средств массовой информации и от знакомых, петербуржцы сами приходят в кафе и предлагают помощь. Примером того, как один добрый поступок может вырасти до большого социального проекта, владельцы кафе на Васильевском острове сумели вдохновить уже сотни горожан. Как оказалось, в нашем мире есть множество неравнодушных людей, готовых отдавать время и силы на доброе дело. У меня достаточно много свободного времени, и поэтому я хочу тратить как-то с пользой для себя, для души, для других людей. Мне не сложно, а людям польза. Почему нет? Команда людей, готовых работать во благо старшего поколения, помогла и перезапуску проекта на новом месте. Когда восемь столиков кафе перестали вмещать всех бабушек и дедушек, владельцы заведения решились на переезд. Ремонт, полностью осуществленный силами волонтеров, удалось закончить всего за 50 дней. Посетители новым местом довольны, а владельцы Добродомика еще больше. Их личный рекорд – благотворительные обеды для 627 человек за 4 часа. И там было хорошо, ну а здесь она сделала просто чудесно. Чудо такое. Вошла как в ресторан, говорю, сюда. И чисто, и красиво. Даже цветочки нам стоят. В начале этого года уже второй Добродомик открыл свои двери для посетителей в Гатчине. Идет подготовка к запуску и третьего кафе. Скоро появится заведение в других регионах, а в проекте – создание целой сети всероссийской помощи пенсионерам, чтобы каждый пожилой человек в нашей стране знал – в его районе есть Добродомик, в котором его всегда ждут. Организация бесплатных обедов – это в первую очередь благодарность старшему поколению. Александра уверена в том, что государство готово к большим проектам взаимопомощи и отношение к пожилым людям меняется в лучшую сторону. Мне кажется, на 10% что сдала намного лучше и благодарнее к старшему поколению. Мы просто живем в своем круге, мы не видим, что вне. То есть раньше мы там видели какие-то плохие события, а сейчас каждый день у нас все по-доброму происходит, поэтому мы в какой-то другой мир попали – благодарность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!